В 64-м году принимается положение о пенсиях членам колхозов. До этого старикам-колхозникам пенсии не платили. Минимум 12 рублей в месяц при выработке стажа и достижении 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Пенсии от государства, независимо от результатов работы хозяйств, лишний раз доказывали, что колхозы это казенные кооперативы. Но за тех, кто в них больше работать не может, появлялась и казенная ответственность. Это было первое в тысячелетней российской истории поколение сельских стариков, которые материально, денежно не зависели от младшего поколения. От слабохарактерного сына, от сильнохарактерной снохи. У Твардовского в одном стихотворении старушка говорит, как будто казенную дачу сняла. Ни забот, ни хлопот, и денег почти что не трачу, и пенсийка тоже идет. И этой пенсийки ежемесячно ждал внук-алкоголик, сын-пьяница. И уж она-то точно знала, что они ее скорой смерти не желают. Продолжение следует...